В июле 2015 года из детского дома в Абдулино неизвестный мужчина буквально за руку увел 9-летнего мальчика. Похититель представился папой ребенка и мальчик поверил ему. Как стало известно позже, киднеппером оказался преступник-педофил со стажем. 9-летнего мальчика вместе с похитителем по горячим следам спустя три дня задержали на Челябинском автовокзале. Преступник в очередной раз оказался за решеткой, а ребенка усыновила приемная семья. Спустя год также, летом, в Солилецке была похищена 4-летняя девочка. Ребенка увез на велосипеде 40-летний мужчина. По камерам слежения был установлен маршрут похищения девочки. Район, где предположительно проживал мужчина, был оцеплен. На его поиски отправились около тысячи добровольцев совместно с сотрудниками полиции. В этот же день похититель был задержан. Ребенок не пострадал. А в конце августа того же 2016 года в областном центре двое молодых мужчин заманили 15-летнюю девушку в съемную квартиру на проезде Северном. Похитители требовали от ее 43-летнего отца выкуп в размере 16,5 миллионов рублей. Причем на тот момент похищенная уже была мертва. Расследование уголовного дела по этому факту продолжается. И спустя месяц, в сентябре прошлого года, средь бела дня на улице Туркестанской в Оренбурге насильно затолкали в автомобиль Лада Приора 16-летнюю школьницу. Похитителями оказалась молодая пара. На камерах было видно, как девочка пытается вырваться, но все попытки оказались тщетными. Через несколько дней девочку нашли в Бузулуке, ее держали в одной из квартир города. По подозрению в совершении преступления задержаны трое фигурантов. Ими оказались нигде не работающие жители других регионов. Двое мужчин, 24 и 40 лет и 31-летняя женщина.